давайте обсудим тему тема то весьма актуальная что делать когда у вас рак вешать ноги и готовиться к переходу пока еще не для меня мне просто нельзя это делать потому что у меня есть сын я буду биться за жизнь пока она есть понятное дело телевидение понятен результат я по сути пережил энное количество жителей земли по сути видел многое и по сути то что я видел не говорит о том что все круто нет такого нет мало того я вижу что становится с нами и пока ничего нормального то и нет круче и спокойнее жилось в совке все толком знали что будет в совке и старики то жили а что сейчас стариков то и нету просрали мы стариков своих то а зря а теперь просираем и тех кто живет и почему такая штука а сейчас объясню почему я поехал в китай только для борьбы с онкологией я не понимаю но как но по сути я приехал на все китайский семинар апитерапевтов но чтоб понятно было китай с тысячелетней медицины круче нас в сотни раз здесь онкологии не убирают и не лечат рак здесь его замораживают ну чтоб понять что такое рак 65 процентов всех жителей планеты умрет от этого то есть рак по сути есть у каждого вопрос когда он начинает расти и это проблемы иммунной системы просрали и вот вам рак и даже не поймете где я не говорю что я крут такого нет количество крутых китайцев круче нашего раз в тысячу естественный вопрос что стимулирует иммунную систему вопрос правильный стимулирует иммунную систему те у кого есть яд то есть пчелы скорпионы и змеи к сожалению у нас такого нет ну пункт номер один по ходу наши пчелы стимулируют только кошельки пчеловодов а купить то пчел зимой это как теперь вопрос куда ставить так вот с таким вопросом куда ставить я обращался к нашим апитерапевтом вы знаете очкуют они и внимание у них к закону аж 1957 года вот так более 60 лет получается то есть они не понимают как все это лечится они боятся ядов но яды лечат рак или его замораживают выход изучите английский учите язык мать вашу яды пчел и скорпионов морозит рак это уже везде известно на кубе к примеру рак мозга лечится ядами скорпионов да не очкуйте думайте к слову об апитерапии вот вам куда ехать надо за обучением китай как и куба признанные лидеры в борьбе с раком сюда едьте то и в конце концов смотрите этот сюжет и лечитесь вот как я теперь тема другая чем китай круче нас ну так вот пункт номер один когда мы будем так работать я понятия не имею и вот в чем китай нас и передел здесь по сути уже нету двигателей внутреннего сгорания то есть мотоциклы которые ездят их уже нету здесь все на электротяге достаточно посмотреть и вы увидите мало того здесь кое-что еще и другое делается вот смотрите это замечательный электромобиль вот он заряжается просто простой розеточки и вот в этом ты вся прелесть китая то что он опередил нас но примерно 50 лет я так понимаю хотя почему он опередил нас надо привозить из китая вот такие машинки к столу о машинках я посмотрел кое-что есть помните toyota crown так вот она здесь есть toyota crown причем в левом руле так что вот он тема какие машины необходимо возить их китай либо это электротяга либо это мотоцикла на электрической тяге либо это замечательный toyota crown в левом руле простите да это не хохма и сейчас виде бензиновые мотоциклы в россии меня смех вперед блин пасхальный как круто живет китай как круче нашего живет коммунизм нет вопросов хотите делать бизнес да пожалуйста аренда есть но не в ваш карман то есть кто-то стал бизнесменом строительстве достроено здоровье но большая часть аренды государству в этом принцип к слову о тех кто против данной темы против да к стенке и показ вашего процесса на всю страну чтобы каждый гад понял что не надо бороться с правилами коммунизма вам дали возможность жить так живите без хапка слова о бизнесе в магнитогорске бизнеса нет китае все в порядке сетевики есть но не в центре весь центр для другого слову о государственности государственность это то чем живет китай а у нас олигархия какая-то в магнитогорске 10 крупняков городом пиндорит а еще тысячи у них отхватывают а еще 5000 отхватывают у отхватчиков вот это косяк россия не китая а вот теперь мы переговорим о том что здесь можно купить по сути здесь можно купить все и дешевле чем в россии в два раза я себе купил кроссовки нормальные адидасовские кроссовки по одной простой цене цена знаете какая здесь было 1500 рублей вот за моей спиной то место где купил куртки моему сыну и того две куртки мне обошлись 4000 рублей две куртки нормальные пуховые куртки зимние понимаете да цена вопроса естественно вам надо найти то самое место я это место нашел здесь вот рядышком располагается базар где вы где не вы простите где обыкновенные китайские товарищи могут себе купить все что угодно по весьма дешевой цене сможете ли вы такой найти но не знаю и вообще надо понять что вот в таких вот магазинчик и все гораздо дешевле чем в супермаркетах потому что ну и аренды тут нет такой потому что китай вам предлагает купить допустим электронику но огромные торговые центры две горбушки практически представляете и какая там аренда то есть цены дешевле чем в россии но можете найти можете нет но в любом случае цена будет дешевле естественно но оптимальный вариант если вы хотите купить электронику покупайте все себе на алиэкспресс то есть даже ехать сюда не придется по сути дешевле не найдете ну а так тема очевидна и походу такая была 30 лет назад и в россии но качество другое то что я видел смысле авто она ездит на нормальных автомобилях запада и востока кое в китае производится мало того видел грауны от тойоты с левым рулем и по сути ни одного китайского производителя на дорогах пекина то и нет эту китайскую фигню они сплавляют в россию автобусы и троллейбусы с грузовиками китайские по трассе разные и как я уже сказал все что меньше ездит на электричестве теперь что они едят да тоже что и у нас но колбас мало водки тоже пиво естественно не столько сколько у нас и по сути все что вы хотели бы выпить и съесть не в таком большом количестве то есть все в принципе грамотно и по сути все рестораны заполненные я по сути не видел космических цен все что можно для любого китайца конечен результат такого же как и был в ссср ну а теперь результат для туриста практически он также был и в ссср практически ни одного человека говорящего на улице на английском простите но у вас в пекине в 2008 олимпиада была в 2021 а у где английский ан нету про онкологию говорю но чтоб понятно было ни в одной клинике никто не говорит на английском никто то есть конечно англоговорящий центр есть но там и ценник не для китайцев ну и как всегда будете ждать а теперь россия ну чтоб понятно было мы с китайским языком также как они с русским те же яйца только вид сбоку не получится господа то бишь визит в пекин только для нормально говорящего по английски перца это он там будет как вошь на гребешке ну и как вы понимаете я вам показал главную особенность пекина площадь тянь аньмэнь для того чтобы вам понять куда надо приехать надо приехать в пекин и посмотреть площадь тянь аньмэнь она очень крутая и она круче площади красной ну наверное раз в пять то есть понятно что тут делается да какие здесь делаются парады кстати парады показывают вам метро да конечно китай очень круто и да конечно мы с ним не попадаемся никогда то есть это наше главное чудо это наш союзник поэтому больше уважения вы посмотрите в интернете и поймите почему я так очкую центр китая центр пекина центре и место то и не бывает вас кстати часто запустят на съемки в центр москвы и это хорошо что моя новая камера размером с мыльницу а иначе я бы мог загреметь в другое место но вот после такого посещения что-то внезапно захотелось покушать по одной простой причине мы в кине практически четыре дня посмотреть удалось многое что и вот естественный результат куда мы зашли это площадь тянь аньмэнь это то самое центральное место китая я вам напоминаю я ехал для лечения для вас тянь аньмэнь что же касаемо столиц их у китая было более чем десяти то есть у вас есть возможность посмотреть каждую благо китай не разрушил и показывает для вас многое это конечно не россия у нас по сути их было три киев москва и санкт-петербург но по сути здесь все что отдает истории это примерно то же самое заходите приехать гляньте сами вообще конечно надо понимать что если вы не были в пекине вы не поймете результат потому что китай бывает разный ну как часто говорят что владельцы востока у них немножко с головой до такой есть действительности то есть они пытаются вас немножко обмануть но тем не менее но тем не менее тут надо понять для чего они все это делают по сути все это дело включает в себя энную стоимость то есть все это возвращается в китай вы что думаете не вы кормите китай да вы кормите китай люди которые приезжают сюда по одной простой причине китай шикарен и конечно вы не будете здесь питаться так как по магнитогорске но этого не получается но тем не менее мы видим что это все круто и круче чем у россии в том числе к сожалению это так почему я не поехал на стену к слову 160 юаней можно просто прокатиться и их проблем не возникает честно сюда я не за этим приехал короткая командировка понятный результат и минимум обмана и вам понять то надо это даже не восток самый нормальный восток он в японии это там есть возможности обман там есть просто они видя наши хавальники пытаются нас обмануть я честно проехал много километров по столице пекина и понял главное век 21 век интернета века ресурсов без аренды и платы за склад вверх возможностей купить себе все используя интернет и вот по этому поводу проще и спокойнее купить себе все что можно да еще и дешевле и по доставке из магнитогорска ну а посмотреть приедем не в зиму то а так как-то холодно там до 10 ноября то но так вот почему сюда приехал с одной простой причиной я не приехал вам показывать китай если я приехал вам показывает я вам показал китайскую стену и все что вы могли показать нет мы приехали в китае совершенно другой штукой у меня конечно проблемы вы знаете эти проблемы это онкология рак головного мозга я прошел то что было нужно и определился да действительно китай крут вот но где вы будете лечиться вот возникает дивный вопрос китайцы не говорят по-русски вообще по-английски здесь говорят 1 тысячное население пекина то есть я вот прохожу и вообще не понимаю о чем речь то идет вот но тем не менее тем не менее мы определились и мы будем лечиться и этому я обучу нашего аппетерапевта вот как лечить рак все остальное в китае в действительности вы можете купить себе шмотки их много в нереальности много цены в три раза дешевле чем у нас поэтому вам надо понять другой вопрос сможете ли вы все это провести только самолетами только ограниченный вес потому что поезд вам закрыли а то я думал за 5 700 до сюда доедут и с собой везу ну практически на 10 тысяч долларов но не получается не получается самолет 25 килограмм не более того как а потом еще победа вообще клевая штука не более 10 килограмм можно привести вот что касаемо туризма в пекине туризм если только у вас будет очень хороший специалист который будет с вами общаться и будет говорить с русского на китайский вот это вообще очень редко по одной простой причине такую таких людей здесь просто не бывает вот и либо вы попадете на деньги попала я на деньги ну да естественно я также попал но сумма была небольшая то есть за те пять дней которые здесь нахожусь меня обманули ну максимума 1000 рублей то есть грубо говоря 600 рублей накололи меня в аэропорту когда я там доллары скинул на облом мелочевку скидывать вот практически и все все остальное меня заставляли здесь побегать клевая ситуация ну да ладно благодаря камере благодаря то что я достаточно спортивный человек я вам все это дело продемонстрировал вот где вы будете лечиться можно здесь сделать но опять же как то есть либо вы говорите по-английски либо не говорить по-английски а количество людей которые у нас говорят по-английски не такой большой кстати по сути то вот можно ли это сделать на и китае да наверное можно но я взял и кем и понятен результат здесь шикарное население и как бы но люди живут что что китайцы едят это отдельная тема разговора я для себя нашел от эту штучку замечательно сейчас покажу вам нашел то самое место значит это пекинская утка помните вам рассказывали так вот эта утка по пекински цена опроса 200 рублей всего причем она сделана но на тех самых углях обалденно и так мы заканчиваем то бишь то что мы хотели да мы все это дело поняли как здесь можно лечиться но можно лечиться легко если у вас есть хороший специалист который с вами беседует и по медицине в том числе потому что лекарств много они все стоят копейки но они даже не понимают слова латынь представляете они этого не понимают вот потихонечку но надо найти того человека если того человека нет ехать в пекин вы не сможете лучше езжайте на юг а так я с вами заканчиваю этот самый разговор но как вы поняли этот самый разговор был в общем-то про медицину они про туризм как таковой вообще-то